В новом учебном году стоимость питания в окружных школах увеличится. При этом родительская плата за горячие обеды школьников не изменится. Соответствующий документ рассмотрели на очередном заседании окружной администрации. Изменения в размер стоимости продуктов питания для школ связаны с индексацией цен. На сегодняшний день стоимость питания в школьных столовых на одного ученика в городских школах составляет 97 рублей в день, в поселениях – 107 рублей. Плата за питание в месяц в среднем для родителей составляет 1000 рублей. Точно такую же сумму за питание школьников доплачивает окружной бюджет организациям, обеспечивающим питание детей в учебных заведениях. Увеличение стоимости горячих обедов связано с индексацией цен в 2017-2019 годах. Размеры стоимости продуктов питания в образовательных организациях изменены с применением величины индекса дефляторов в соответствующих годах и будут установлены с начала 2019-2020 учебного года. К примеру, в образовательных организациях, расположенных в городском округе, в городском поселении, увеличивается с 97 рублей до 109 рублей в день, в новой образовательной организации со 107 до 120 рублей в день. Родительская оплата за горячие обеды останется на прежнем уровне, благодаря увеличению субсидий из окружного бюджета. С увеличением стоимости продуктов питания предлагается увеличить размер частичного освобождения родителей от внесения платы за питание до 55,5% от стоимости продуктов питания для образовательных организаций, расположенных в муниципальном образовании городского округа Нарьенмар и в муниципальном образовании городского поселения рабочий поселок Искатели до 55,4%. Для образовательных организаций, расположенных в сельских муниципальных образованиях, таким образом, что финансовая нагрузка родителей останется на прежнем уровне. Эти меры потребуют дополнительного выделения средств из бюджета Ниньского округа в размере порядка 5,5 миллионов рублей. Глава региона Александр Цибульский отметил, что это давно назревшее решение, направленное на поддержание качества питания окружных школьников. Мы приняли решение о повышении стоимости ежедневной порции. При этом надо отметить, что мы долго дискутировали и все-таки пришли к выводу, что это не затронет стоимость софинансирования со стороны родителей, а это повышение исключительно за счет регионального бюджета. Сейчас бесплатным питанием за счет средств окружного бюджета обеспечены дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, те, кто проживает в интернатах, а также дети из семей. Едоход на одного человека составляет меньше прожиточного минимума, установленного в регионе.